Мы сидели с мамой, мне захотелось лагерь. Она говорит, я знаю, там можно найти, плащу. Нашла вот лагерь, вот этот вот, Рената Ахмедова, получается. Меня сюда отправили. Мама, получается, со мной ехала на поезде, у нас всё, это долгий путь был очень. Тут вообще прям прекрасно, всё нравится, именно сам лагерь, то есть территория, всё, что тут происходит, то есть мероприятия. Увлечения, развлечения, все кружки. Самое интересное тоже рисование, из глины лепить. Вообще, это очень нравится мне. Когда я находился в Мариуполе, я сначала не понимал, что происходит. Вообще, для меня это было как-то странно. Ну, потом уже, в самые первые дни, потом уже как-то, ну, более-менее привык, потому что это происходило каждый день. Приходилось и под самолетными обстрелами, и под градами находиться. Такое, ну, неприятное, короче. Самое страшное было даже не самолет, а грады, потому что грады были как рулетка, попадёт, не попадёт. Потому что они на определённую дистанцию стреляют. Все грады прилетали буквально перед домом, там, через дорогу и через поле. Там небольшое было футбольное. Вот так вот. Самолёт был прямо рядом. Мы бегали именно под самолётом. Там было их один или два, не помню точно, два вроде. За водой бежали с баклажками, набирали воду. Там была котельная, возле котельной была труба, ой, труба, бочка пробитая. Пробило её осколками, потому что рядом прилетали снаряды, понятное дело. Её заткнули палками, чтобы вода не вытекала. Мы туда бегали, набирали воду и убегали обратно. Прятались под балконами, чтобы, ну, понятное дело, не этот. Ещё был страшный момент, это мы гуляли с другом, просто посмотрели этот. Рядом был магазин тогда, в нём было много людей, ну, понятное дело, забирали вещи, всё такое. Подходит военный к женщине, ну, подходит много военных, подходит один к ней, говорит, брось вещи. Она говорит, что у меня дети, такое-такое. Мы начинаем уходить, и выстреливает воздух. Нас это очень напрягло, она бросила вещи, но мы убежали, потому что это было страшно очень, когда рядом был выстрел с автоматом. Моя мама очень боялась за дом, за близких, ну, своих родителей и меня. И она очень сильно плакала, переживала. Я ей приходилось её утешать, такое, получается. Она плакала часто, я же говорю. Мы сидели с ней рядом, пытались даже как-то отвлекаться, то есть брали настольные игры и играли, там, карты, шашки, ну, так вот, чтобы отвлечься от ситуации. Чувствовал раньше, получается, что мне не хватает чего-то, мне очень напряжённо, страшно, больно это переживать. Сейчас всё нормально, успокаиваюсь, смотрю, общаюсь с людьми, очень нравится проводить тут время. Всё прекрасно, живу, жизнь спокойная. Лагерь, успокоение от ситуации, отойти, отвлечься, получается, просто успокоиться. Ой, в стихах передаю свои эмоции вообще. Я о них почти никому не рассказываю, потому что это чисто для меня. Я оставляю себе их просто, почти ни с кем их именю делюсь, передаю свои эмоции, свои переживания и всё, что происходило с моим. То есть просто по жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова